Для кого капитальный ремонт в новом году станет дешевле, а кому нежелание платить за него дорого обойдется, мы узнали о планах регоператора на 2016 год. Работы запланировано провести в 518 многоквартирных домах, в большинстве за счет регионального фонда. Плюсом к этому, до 1 июля необходимо закончить ремонт в 180 многоэтажках, которые перешли с 2015 года. Сейчас выполняют те работы, которые позволяет погода. Например, замену лифтов. Когда температура ниже 15 градусов, работа не проводится. Если температура выше 15 градусов, то проводятся кровельные работы на металлической кровли. Разрешено. Можно делать инженерные коммуникации, холодную воду. Отопление, конечно, не делают. Канализацию и водопровод. Плата за квадратный метр с этого года для собственников региона выросла на 90 копеек и теперь составляет 5,90. В департаменте ЖКХ говорят, что повышение это экономически обосновано. Вместе с тем определились с категорией льготников, которые от платы освобождаются полностью или частично. Правда, в силу новизны закона он вступил с 1 января, механизм предоставления льгот еще не отработан в полной мере. Инвалиды первой и второй группы, семьи имеющих детей инвалидов, 50% они оплачивают за капитальный ремонт. Одинокопроживающие пенсионеры, достигшие 70 лет, 50% также плата за капитальный ремонт, снижается плата. И одинокопроживающие пенсионеры, достигшие 80 лет, даже один из которых достиг 80 лет возраста, освобождаются полностью от оплаты за капитальный ремонт. Собираемость денег в так называемый общий котел на конец прошлого года составила почти 76%. Платежная дисциплина населения выросла, рассказывает Елена Сисягина. Дефицита средств и потребности брать в долг пока нет. На сегодняшний день мы открыли кредитную линию, но ею на сегодняшний день не воспользовались. На сегодняшний день дефицита денежных средств на оплату работы подрядчиков ее нет. С этого года начнется работа с гражданами-неплательщиками. Игнорирование закона никому не намерены спускать с рук. С 2016 года мы формируем отдел по претензионно-исковой работе. И уже на сегодняшний день мы готовим исковое заявление в суд по взысканию задолженности. И по результатам сообщим средств массовой информации. Впрочем, за год, говорят коммунальщики, отношение граждан к капремонту изменилось. Уже не стоит вопрос платить или не платить. Людей все чаще интересует качество ремонта и сроки его выполнения.